Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. С вами, как всегда, Марина, канал Тару Даймонд Рим. Поздравляю вас с наступившим 2020 годом. Желаю вам счастья, любви, гармонии, взаимопонимания с вашим любимым человеком. Ну и, конечно, здоровья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Итак, сегодня я предлагаю вам очередной традиционный расклад разговор с его душой. Будем приглашать мужчину, будем приглашать ситуацию. Очень надеюсь, что проиграется именно ваша ситуация. Расклад у нас общий, поэтому помните об этом. И если вы понимаете, что ситуация не о вас, разговор сейчас идет не о вас, просто переходите с этого видео на другое. Если же вы видите, что ситуация вам резонирует, похожа на вашу, смотрите дальше. Давайте сейчас загадаем внимательно, тщательно загадаем нашего мужчину. Использовать буду колоду Аркану, красивую, любимую свою колоду. Вот уж действительно настоящее произведение искусства. И перед каждым видео теперь я хочу говорить постоянно о том, что воспринимайте Таро не как предмет предсказания вашей судьбы, а Таролога не воспринимайте ясновидящим магом и чародеем. По крайней мере, меня так воспринимать не нужно. Я просто умею профессионально считывать информацию с карт Таро, а также обладаю определенными знаниями и опытом в психологии. Поэтому, когда обращаетесь ко мне за личной консультацией, либо просто пообщаться, имейте это в виду. И знайте, что в первую очередь Таро нам помогает понять ситуацию, как она есть сейчас. Открыть какие-то моменты, которые от вас скрыты и не дают вам спокойно жить. И на основании этого принять правильное решение. Вот чем особо ценны прекрасные, волшебные карты Таро, которые всегда правы. Итак, давайте загадаем нашего мужчину. Загадывайте. Вспомните, как он выглядит, его голос, его глаза, что он говорил вам при вашей последней переписке, о разговоре. Может быть, это был телефонный разговор. Итак, все, колода подготовлена. На дне колоды у нас императрица. Вполне возможно, речь сейчас пойдет о замужних женщинах либо о женщинах очень-очень самодостаточных, настоящих женщинах с большой буквы. Понимаете? Тут сразу такая информация идет. Так, теперь давайте спросим нашего мужчину. Расскажи нам, дорогой, кто ты? Кто ты сейчас? Что с тобой сейчас? Ну, здесь может быть... Так, давайте добавим карты и посмотрим. Так, сразу могу вам сказать, что сегодня к нам пришел на встречу, скорее всего, женатый мужчина. Либо это мужчина, которого связывают отношения, крепкие отношения, очень эмоциональные, очень чувственные с его женщиной. И здесь в большинстве случаев все-таки проиграется либо супружеская пара, потому что здесь у нас выпадает король мечей, королева мечей. Это однозначно люди, которые связаны. Связаны либо с детьми, связаны. То есть у вас семья и дети. Либо ребенок, либо дети. Либо у вас богатое прошлое. Это карта также прошлого. У нас аркан прошлого, которая говорит о том, что отношения, ваши длятся, довольно давно. Это не свеженькие отношения недельной давности. Вы только что познакомились с человеком. А здесь история серьезная. Здесь история длинная, длительная. И этих людей связывают, действительно, связывают чувства. А также, как я уже сказала, связывают дети. Но сейчас, сейчас эти люди оказались в какой-то ситуации, которая кажется им безвыходной. Вижу, что как бы, как бы что-то здесь происходит не очень позитивное, не очень положительное. Будем разбираться, что. Мужчина довольно такой, знаете, с характером сложным. Мужчина, который очень принимает, может принимать резкие какие-то решения, но все пропускает через голову. Этот мужчина с бухты-барахты ничего не решит. Он принимает решения конкретные и может даже этими решениями ранить свою женщину. Мужчина с холодным разумом, со здравым рассудком. Это не тот мужчина, который будет рассыпаться перед вами в комплиментах и петь дифирамбы, сиренады под окном и так далее. Это мужчина холодного действительно разума. Ну а также, в первую очередь, король мечей говорит о том, что мужчина жесткий, довольно. Довольно жесткий. С таким мужчиной находить контакт не так уж легко. А еще король мечей – это обычно мужчина такой закрытый, сам в себе, в его внутренний мир проникнуть очень сложно. Мужчина может принадлежать к таким профессиям, как полиция, юстиция, органы, секретные даже какие-то службы, медицина, работа с металлическими какими-то материалами, с чем-то режущим-колющим. Может быть, летчиком, может, пожарным быть, может, юристом, как я уже сказала. Но вот любая такая профессия, которая требует остроты ума и, возможно, принятия решений быстрых и конкретных, вот мужчина может относиться к этим профессиям. Что касается женщины, да, вы здесь выпали прям четко парой, его парой. И женщина тоже непроста. Женщина – королева мечей. То есть вы подстать друг к другу, также могут проиграться воздушные знаки, либо вы обладаете качествами воздушных знаков. Женщина, имеющая опыт, и женщина, знаете, в отношениях, если что-то происходило негативное в отношениях, то женщина даже немножко уже такая закалённая жизненными трудностями, опытная, уже понимающая, что как бы не всё так просто в жизни даётся, да. И женщина, которая тоже может принимать очень даже решения острые, также может вот этим мечом рубануть хорошо, как и мужчина. В общем, знаете, два сапога пара. Здесь не скажешь, нашла коса на камень. Здесь просто два одинаковых по силе человека и даже похожих, сходных по многим параметрам. И вы, конечно, пара. Ну, что между вами произошло, возможно, нам скажут, подскажут карты. Расскажи, пожалуйста, что между вами произошло, на твой взгляд, по крайней мере. Что значит восьмёрка мечей? Что произошло? Ой, что-то прям весь в страданиях, в переживаниях, что-то... Да, опять наша пятёрка, любимая мечей, выпадает. Здесь, к сожалению, к сожалению, здесь речь опять идёт у нас уже который раз. Так, давайте ещё добавлю всё-таки немножко. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй, посмотрите, какие карты выпали. Вы посмотрите, я вот здесь даже их положу. Так, девочки, дорогие мои, здесь речь идёт об эсмене. Очень-очень большого количества зрителей – это законный брак, либо отношения, как я уже сказала, крепкие, которые длятся давно. И вы прямо, вот у вас было такое впечатление, что вы, ну, вы вот крепкая, так сказать, связка у вас настолько крепкая, как будто вы повенчаны небесами, как будто ничто не может вас разлучить, как будто ничто не может вас разорвать. Однако же здесь однозначно ситуация какого-то предательства, подлости, либо измены. Опять выходит у нас пятёрка мечей, девятка мечей, которая говорит о том, что на самом деле сейчас мужчина переживает очень сильно из-за этого. Женщина, у вас взаимные, взаимные вот такие переживания. Вы можете и не спать ночами, и мучиться, и, в общем, ваши отношения сейчас на паузе однозначно. Здесь у нас вышла четвёрка мечей, говорит о том, что произошло выяснение отношений, произошло расставание, возможно, очень резкое, и сейчас плохо вам обоим. И, конечно, то, что это стало явным, либо предательство, либо измена, либо какая-то двойная игра, что-то нехорошее с его стороны по пятёрке мечей. В результате этого отношения сейчас на паузе, но смотрите, как интересно. Ваш король, он выпадает, ваш мужчина, он выпадает ещё и с позиции короля Пентакли. То есть это мужчина, который умеет заработать деньги, который умеет содержать, в принципе, семью. Хороший муж. Я всегда в своих раскладах говорю о том, что король Пентакли – это, в принципе, хороший муж. Но посмотрите, какие у него выпали карты. Нам сразу, моментально, Таро говорят, я не люблю эту тему, вы знаете наверняка, и кто был у меня на личных раскладах. Когда я вижу карты какого-то магического негативного воздействия, я их озвучиваю, но я всегда вам говорю, что я не имею отношения к магии, ничем, к сожалению, я вам помочь в этом плане не могу. Но если я их вижу, эти карты, я должна их озвучить. И вы знаете, у нас выходит здесь чётко три карты. Это одни из основных карт магического воздействия на мужчину, негативного воздействия. Здесь не всегда магия как таковая. Здесь может быть, в принципе, негативное воздействие. Дьявол, смерть и луна. Ну, вы знаете, это просто классика жанра. Здесь добавить даже нечего. Здесь мужчина однозначно находится под негативным влиянием кого-то. Пока мы не узнали кого, но, тем не менее, под негативным влиянием этот мужчина 100% находится. Более того, он может находиться даже под негативным магическим влиянием. Поэтому то, что он себя так повёл, и то, что сейчас вот с ним происходит, а я вижу, что ему очень-очень плохо. Вам плохо, этому мужчине не лучше никак, учитывая то, что... Посмотрите ещё, что выпадает, да, с ним. Даже не знаю. Вот правда, я не знаю, что в таких случаях рекомендовать, но я должна это озвучить. Здесь абсолютно чётко идёт воздействие на мужчину. И вот этот мужчина замечательный, прекрасный, по идее, он здесь у нас в одной идёт линии с детьми, да, с прошлым, с вашим. То есть в прошлом это был король Пентакли, замечательный муж, может быть, может, хороший партнёр. И вдруг этот мужчина меняется, вдруг этот мужчина либо изменяет, либо как-то подло с вами поступает. Что-то такое происходит ужасное между вами. Но я не хочу его оправдывать и говорить, что он там прав, да, он не виноват ни в чём. Он, конечно, виноват, но, тем не менее, он это сделал ещё и потому, что... Ну, вы сами видите. Потому что здесь есть нечто, что влияет на его поступки. Хорошо, давайте дальше тогда спросим. Немножко перемешаю колоду, потому что после таких карт негативного воздействия даже хочется как-то пойти руки сразу, помыть правду и умыться. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, сожалеешь ли ты о том, что произошло между вами? Потому что мы видим, что и хочешь ли ты продолжения, да, отношений. Потому что мы видим, что тяжело. Понимает, что... Смотрите, он понимает, что наладить с вами контакт дальше и как-то прийти к вам, да, с повинной, как-то с вами помириться. Может быть, у вас какое-то есть общение, кстати говоря. Это не значит, что вы здесь расстались вообще на совсем. Можете быть либо на паузе, глухой паузе находиться, конечно. А можете, в принципе, какими-то урывками, какое-то общение у вас может быть с ним. Но настолько у вас сейчас сложные противоречия друг с другом. Настолько вам сейчас сложно найти контакт, что как бы опасается он даже, получится что-то или нет. Потому что вину-то свое он прекрасно понимает. Он осознает, что это было, знаете, отрубило, разрубило, так сказать. Вернее, напополам разрубило жизни его и вашу. И да, конечно, он хочет продолжение с вами. Безусловно, вы для него аркан сила. Вы для него прекрасная сексуальная, чудесная женщина. Просто, знаете, вот идеал аркан сила – это женщина во всех отношениях шикарная. Очень большое физическое притяжение. Он вспоминает о вас чисто вот с сексуальной точки зрения вообще у него. Прям вот он помнит вас и хочет. И даже себя сдержать, свои мысли порывы не может. Но ситуация сложна. Он понимает, что не так все просто. Да, тайна, конечно. Эти тайные отношения, скорее всего, у него здесь возникли. Опять-таки, верховная жрица выпала, которая нам подтверждает то, что на мужчине есть негативное воздействие. И, к сожалению, здесь я вижу информацию, что это со стороны какой-то женщины воздействие может быть. Мужчина, конечно, хочет прояснение ситуации с вами. Он хочет выяснить и все расставить точки над «и». Но он реально боится, что не получится. Здесь по раскладу видно, что вы оба лидера, у вас у обоих характеры непростые. Поэтому как теперь к вам подъехать? Как решить этот вопрос? Конечно, ему сложно. Сложно. Правда. Видно, что сложно. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, а что ты скрываешь? Есть ли у тебя что-то, что ты сейчас скрываешь от женщины, которая тебя загадала? Ну, вы его судьба. Он это понимает прекрасно, что вы даны ему по судьбе. И что... Да. Ой, ну я прям как-то даже сочувствую ему немножко этому мужчине. Правда. Потому что здесь чувство. Мужчина вас однозначно любит. Мужчина любит вас. Здесь выходит у нас туз кубков. И он понимает, что сейчас он потерял, возможно, даже вас. Он понимает, что потерял вот этот самый туз кубков, который между вами был. То есть вы ему давали эмоциональную наполненность. Вы давали ему чувства. Вы были той женщиной, которая его делала счастливой. Но из-за этой ситуации произошло, скорее всего, расставание, либо пауза. И это у него в скрытом лежит что? В скрытом. То, что он сожалеет о том, что это произошло. Он действительно об этом реально сожалеет. Он понимает, что вы его семья. Опять у нас выпадает здесь рыцарь Пентакли. Мужчина не из тех, кто, он, конечно, выпадает королем мечей, может принять быстрое, острое какое-то такое решение. Но мужчина не из тех, кто будет, как правильнее это сказать, развивать отношения с вами слишком лихо уже, который расклад выпадает такой мужчина. Даже не то, что развивать отношения. Мужчина, который на какое-то очень серьёзное решение в плане перемирия, допустим, с вами, он не пойдёт слишком быстро. Ему нужно обдумать, ему нужно на это решиться, ему нужно понять, с какой стороны к вам подъехать и так далее. Но стремление, на самом деле, к вам очень большое есть. Самое главное то, что, конечно, мужчина вам дан по судьбе. Кармические уроки с ним проходите очень серьёзные. Этот аркан также может говорить о том, что да, у вас действительно либо была общая семья, либо вы как бы даны небесами друг другу для семьи, для того, чтобы ваши отношения были по-настоящему серьёзными, вплоть до официального брака. Здесь у многих может проиграться официальный брак, я вам уже сказала. Поэтому, ну что у него на скрытом? То, что вы его семья, вы его судьба, он это прекрасно понимает, но понимает также, что вы не зря. Либо вы ушли, либо он ушёл. Здесь неважно, что расставание, это произошло не зря. На самом деле страдает он, конечно, без этого кубка вашей любви, плохо ему. Но мужчина, девочки, давайте не будем забывать, что у нас здесь есть с верховной жрицей вместе. Это нельзя не увидеть и не озвучить. Здесь явно, явно это прослеживается. Так, хорошо, тяжёлая ситуация, тяжёлая. Так, хорошо, давайте загадаем тогда какой-то срок. Загадайте какой-нибудь срок. Я всегда вас прошу, очень длинные сроки не загадывайте. Спросим, будет ли он как-то пытаться наладить отношения? Будет ли он как-то пытаться выйти на более серьёзный контакт для того, чтобы с вами ситуацию откорректировать, сделать её лучше? Будешь ли ты что-то делать в этот срок для того, чтобы улучшить отношения с этой женщиной? Он прекрасно понимает, прекрасно. Да, здесь, конечно, любовный треугольник будет у большинства. В том числе этот мужчина сейчас переживает даже уже о том, что у вас может быть либо уже есть, либо появится другой мужчина, который просто поставит окончательную точку в ваших отношениях. Переживает опять мужчина, вижу плохо ему ещё одна карта, подтверждающая негативное воздействие от десятка мечей у нас. И она как раз сейчас легла рядом с вот этими самыми картами. Ну, я даже могу это и не трактовать, вы сами понимаете, да? Значит, смотрите, что я вижу, что мужчина на самом деле будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы наладить с вами контакт, наладить отношения, несмотря на то, что очень-очень тяжело, очень тяжело ему это даётся. И он понимает, что просто так вы его не примете. Он прекрасно понимает, что, в общем-то, вы и без него по девятке Пентакли, вы и без него обойдётесь. Вы проживёте и без него. Он считает вас очень красивой, он считает вас очень умной, он считает вас очень привлекательной женщиной и понимает, что в любой момент к вам может прийти другой мужчина завоевать ваше внимание. На самом деле он переживает из-за этого, он понимает, что он виноват. Но ему кажется вполне возможно, что это вообще конец между вами. Потому что, во-первых, вы его не простите. Во-вторых, вас в любой момент может забрать другой мужчина, привлечь. Но этот ваш мужчина настолько гордый, настолько он. Плюс ещё к этому какие-то комплексы есть у него. Существуют какие-то комплексы, которые не дают ему, может, какие-то блоки, которые не дают ему, я не знаю, даже просто приползти на коленях, попросить прощения и начать всё заново. Вот боится он, опасается, понимает, что можете не принять, понимает, что можете послать его, извините за выражение, и просто поставить точку. Поэтому здесь могут быть, могут быть с его стороны какие-то порывы, я их здесь вижу, как бы ему тяжело не было, но тяжко это идёт, тяжко. И точка может быть, даже более того, здесь точка может быть поставлена, и может быть поставлена именно женщиной. Вы можете поставить точку в этих отношениях. Хорошо, давайте тогда спросим Следующий вопрос зададим Ну а хочешь ли ты, да? Ты хочешь восстановить отношения? Давайте две карты вытащим и посмотрим Вообще понятно, что тяжело, что сложно тебе Хочешь ты восстановить отношения? Ну вы знаете, опять выпадают у нас сложные арканы Которые говорят о том, что он тоже злится на вас И ревнует вас И в общем-то мужчина опять нам идет Очень непростой, с которым в принципе Диалог вести сложно Вполне возможно, что он даже на вас Может накричать И вас в чем-то обвинить Поэтому возможно у вас так и сложно С примирением с этим Следит за вами мужчина Однозначно за вашей жизнью следит Собирает какую-то информацию Но сейчас он будет держать Вот эту самую отчужденную Позу отшельника Пока в ближайшее время Я делаю обычный расклад на месяц, на два Пока он даже как бы Ну давайте еще одну карту добавлю Посмотрю Ну да, здесь конечно у нас У очень многих проиграется законный брак Либо отношения, которые я вам уже сказала Как бы заключены на небесах То есть очень-очень серьезные Такие прям глубокие отношения Кроме этого здесь могут проиграться люди С какими-то различиями У вас могут быть различия с ним Это может быть разница в возрасте Или ту, или в другую сторону Разница в интеллекте В социальном положении Разница вплоть до того Что религия, вероисповедания Национальности Разные языки Вы можете жить в разных странах Говорить на разных языках И так далее Здесь ситуация такая Непростая В общем-то Есть какие-то между вами Блоки Какие-то отличия И он понимает Что это тоже может Может препятствовать Восстановлению ваших отношений А может думать Так же здесь явно проигрывается Что мужчина ревнует Мужчина понимает Что вы можете быть Уведены другим мужчиной Так, поэтому Пока Пока Каких-то активных Прям активных действий С его стороны нет Хорошо А на более длительный срок Будешь ли ты что-то делать На более длительный срок Чем мы загадали Смотрите Какая здесь ситуация сложная Здесь однозначно Любовный треугольник Вы знаете, что я вижу? Я вижу, что мужчина реально мучается И он не поймет Куда ему деться Туда или туда Пойти туда Строить отношения Либо остаться здесь Строить отношения здесь Ему реально тяжело На что-то решиться Он не понимает В какую сторону ему двигаться И вот эта ситуация Она продолжается Получается Он не может выйти из нее Но Вот смотрите Помните, что у нас здесь выпадает Я думаю, что Если бы вот этого влияния не было То Ему было бы проще На что-либо решиться Но здесь, конечно Опять выпадает тройка То есть любовный треугольник Здесь присутствует Хорошо А что же делать? Что делать? Возможно ли вообще Что когда-нибудь мужчина Одумается? Давайте так спросим Этот мужчина одумается Если вам это вообще нужно Опять у нас тройка выпадает Да Да Есть здесь возможность Есть вероятность Его отношения Там могут, конечно же Разрушиться Потому что, знаете Вот это негативное воздействие Которое мы видим Оно же не может длиться вечно И те, кто это делает Они должны четко понимать Что сегодня они это сделали Да? Привлекли к себе мужчину И вот тоже всегда об этом Помните Если вы хотите это сделать Они привлекли к себе мужчину Но со временем Вот этот вот эффект бумеранга Так сказать Он так даст по голове Мало того, что мужчина уйдет Он уйдет так тяжело И так плохо И так все будет Мягко говоря Нехорошо Что стоит ли вообще это делать? Поэтому здесь явно идет информация о том Что тот человек Кто это сделал с ним Ничего хорошего Это ему не принесет Треугольник этот будет разрушен То есть отношения там будут разрушены Поэтому перспективы у вас На восстановление И развитие дальнейших отношений Они будут Немножко в более перспективе В более далеком будущем Они будут Но вот нужно ли это вам Это другой вопрос Потому что я здесь явно вижу Что до того момента Пока мужчина на это на все созреет И пока это все произойдет Вы запросто уже можете Вообще поменять свою жизнь На 180 градусов Завести новые отношения возможно Может быть наконец-то вы переболеете Поймете что-то для себя Давайте спросим Совет вам В этой ситуации Вы знаете совет вам? Обратить внимание на себя Любимую Посмотрите какая красота Интересный очень совет вам выпал Смотрите что здесь Я понимаю что Сложно это понять Сложно это принять То что нужно попытаться успокоиться То что нужно заняться собой Потому что у нас девятка кубков Говорит о том что Займитесь собой Своим внутренним миром Потому что вы прекрасны На самом деле у вас все хорошо Возможно этот мужчина Просто даже какой-то дисбаланс Вносит в вашу жизнь Вы его конечно любите Да Вы его любите Вы дама кубков Вы с этим кубком Чувств своих эмоций к нему Да безусловно Но посмотрите какая вы Вы просто прелестная женщина Вы эмоциональная Вы красивая Вы нежная Вы умеете ждать Вы умеете любить Такая женщина действительно привлекательна Для любого мужчины Вы самодостаточны Девятка кубков Вы самодостаточны И по идее уже Который расклад Я могу сказать то же самое Вы вполне можете быть счастливы Даже сами с собой Потому что вы умничка Вы красавица Вы умница И у вас все в принципе хорошо Поэтому подумайте Да Вообще стоит ли дальше Вот с таким мужчиной Иметь отношение Это во-первых А во-вторых Успокойтесь Доверьтесь воле небес И поймите Что все в вашей жизни Произойдет по справедливости Все вы получите Именно то Что вы заслужили Это как бы Немножко позже будет Вы Возможно за свои страдания Через свой опыт Через свои Может быть даже Какие-то там Слезы И переживания Вы все равно Получите то Что вы заслужили И это будет нечто Прекрасное Потому что Аркан умеренности Так и говорит Подождите Подождите Потерпите Успокойтесь Займитесь своим Духовным миром Займитесь своим Внутренним равновесием И тогда Через какое-то время Через некоторое время Обязательно Все устаканится И встанет на свои места Вот такой интересный Вам совет Представьте с этим мужчиной То есть говорится О том Что займитесь собой Прекратите страдать Ну вот Проявите силу Вы же сильная У вас же аркан Сила выпадает Думайте в первую очередь О себе Если есть дети Занимайтесь детками Занимайтесь своим Саморазвитием Своим внутренним миром Хорошо Давайте еще одну Добавим карту Все-таки С этим мужчиной Перспектива На более длительный срок Ну посмотрите У нас пятерка кубков Я не вижу Здесь окончательного Расставания Хотя вы в любой момент Можете поставить точку Вот лично Вы можете поставить точку Потому что Действительно Если появится другой Тем более мужчина На вашем горизонте То вы однозначно Можете поставить точку А с этим мужчиной Как продолжалось Разочарование Слезы И все остальное Так и ложится Пока это карта Поэтому на ближайшее будущее По всей видимости Пока мужчина Сам не сможет выйти Из этого круга В который он сейчас попал Вряд ли вас ждет Нечто с ним Такое знаете Сногсшибательно прекрасное Поэтому решать В этой ситуации вам Ну вот такой у нас Получился сегодня Расклад Что выпало То выпало Спасибо большое За то что были Опять со мной Решение всегда за вами И помните О себе любимое Посмотрите Какие великолепные Арканы выпали Вот у него Настолько темная Вся его Сторона идет Настолько же Светлая И прекрасная Ваша Которая говорит Что вы запросто Можете справиться С этой ситуацией Хотите продолжать С ним отношения Терпите Ждите Здесь другого ответа Быть и не может Хотите быть счастлива Идите вперед Занимайтесь собой Положитесь на волю небес И все будет прекрасно Еще раз всем спасибо Всех целую Люблю С Новым Годом Если мое видео Было вам интересно Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И до следующего расклада Пока-пока